всем привет друзья здесь будет необычное погодное видео я не смогла проехать через этот ручей хотела доехать до пляжа и не смогла через него проехать к сожалению такое вот здесь лужа огромная как я завидую этим машинам которые это могут сделать всем я решила что я на море пойду пешком так только придется разгоняться и перепрыгивать через эту лужу мы погнали раз-два ладно все равно пришлось наступить чуть-чуть прогуляемся заодно посмотрим сколько сейчас пешком до моря отсюда пыталась проехать на тот пляж на котором летом ездила благо там вот йоркос вот эти вот пляжи витязь тот же самый но там перекопано так что там сейчас тоже такая траншея с водой канал протекает поэтому будем идти с вами пешком ой солнышко скоро затучки уйдет видите сегодня не стала дотягивать до самого поздна хотя видно что погода не будет сегодня закатная так что в принципе не так уж и жалко прогуляемся с вами по теплу у нас видите вроде азовское море говорят отошло от берега а у нас к черному не подъедешь по сути на машине если у тебя конечно не внедорожник более того я даже рада что не поехала тут же у нас уже все считаете какая прибрежная зона поэтому очень даже хорошо что я не доехала до нее и иду пешком ничего не нарушаю тем самым вы видите дорога здесь есть для кого дорога непонятно если по ней ездить нельзя то для кого же она туда вообще здесь есть сейчас практически доходим до того места где недавно отрывали у нас получается рыли канал там даже кстати там стоит машина и проход то есть там принципе тот был пятачок где обычно мы разворачивались по моему раньше на машинах когда проезжали до тортуги до того пляжа птички смотрю летят тут хорошо ну знаете зябко немножко прохладно вот когда к морю подходишь особенности видите солнце уходит за тучи и сразу такой прохладой веет все-таки не так уж у нас все жарко смотрите где я свою машину оставила даже не видно отсюда потом все очень-очень даже хорошо что так и есть то есть тут явно больше 300 метров до моря даже наверное больше 400 будет пешком идти поэтому я я очень довольна что сюда не заехала вы видите здесь прямо расчищенная под парковку вон мусор валяется впереди кстати почему его не вывезли до сих пор мне непонятно вроде как стоят в пакетах собраны но никто их не вывез в общем я затягивать тоже погодные не очень хочу поэтому давайте сразу перенесемся на море но все мы на море какой-то звук волны прикольно послушайте море терапия прям на пол дымки настолько что я даже не видно отсюда где мы вот рядом с витязевой посуде находимся в той стороне там вдалеке благовещенское ну к витязево ближе естественно однако прохладно я думаю же есть смысл даже брать перчатки и шапку на море я правда сегодня без шапки потому что было днем настолько тепло хорошо что даже не хотела шапку надевать вот такое вот красивое море что сейчас видите вот такая волна шикарная сейчас была полный штиль вы видите ветра особо нет тихо ветер и море тихо есть ветер идет с берега если бы это было летом то море было бы холодным сто процентов хорошо когда он идет прогретый теплый воздух с моря ну и с берега неплохо так ой прохладненько однако я прям начинаю замерзать чуть-чуть мне вообще не люблю жаловаться особенно на черное море вообще невозможно жаловаться но прохладно возле него однако шморе уже на холодное холодное а рядом с ним так вообще себя чувствуешь озябший мне нравится как накатываются волны на берег почти бесшумно красиво здесь ничего не скажу обожаю море его большую синюю гладь необъятные просторы размеры огромные просто и все это уходит сюда в закат в горизонт видите вот у нас там облака и вот солнышко сейчас как раз как раз туда заходят вот еще есть голубые облака там еще все голубое кстати вот вам панораму показываю этого замечательного места я даже не знаю как оно называется это то место куда я смогла более-менее доехать на машине но при этом к самому морю к берегу я так и не подъехала пришлось идти пешком вот как-то так ну прогуляться тоже полезно тем более подышать морским воздухом йодом каждый раз когда подхожу в меня релакс начинается моретерапия действительно это вещь даже дышать легче становится на нафа в такой дымке прикольный просто невероятно смотрится вдалеке как будто знаете такой холмик который в тумане стоит я не знаю что это за явление наверное облачность повышенная влажность поэтому она такая в дымке там вот недавно копали лиман проход к лиману не знаю выкопали или нет я даже не интересовалась потому что я понимаю что в любом случае это не очень законно мне кажется вода отошла не знаю как насколько далеко она отошла в отличие от азовского ну прям видно что пляжи стали намного шире гораздо шире чем были летом тем же самым в общем посмотрим в азове говорят что это временное явление что туда-сюда и ветер поменяется и опять пригонит воду главное чтобы не сильно пригнала потому что бывали в каких там семидесятых до годах прошлого века там у них прям наводнение были жесткие смывала голубицкую какие-то населенные пункты вблизи моря азовского хоть она сама мелкая там не больше 3-4 метров глубиной по моему как-то так она то есть не очень глубокая но при этом когда ветер гонит волны большой объем воды конечно возможно и подтопление смотрите вода аж до сюда дошла какой красивый ракушечник однако лепота ну а нам пришло время прощаться на сегодня как бы это прискорбно не было я стараюсь видеть чаще к морю выходить оно действительно успокаивает прям релакс терапия жизнь немножечко становится светлее и позитивнее как по мне немножко лирическое такое настроение но оно на самом деле новейно тем что видите облака и вообще солнце может зайти сейчас за них вот пока оно есть немножко радостно вот как оно уйдет будет печальненько эх ну пишите комментарии по традиции подписывайтесь я всем рада вы знаете меня я всех люблю обожаю поэтому не оставайтесь равнодушными поддерживайте комментарии буду рада эх не хочется уходить в Анабе с вами была счастливая жена с черного моря вот этого вот красивого необъятного черного моря из Анабы специально для вас сегодня у нас кстати уже 25 или 26 ноября 25 ноября друзья вчера прошел день матери сегодня вот уже опять на море ладно точно пока 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 пока